Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение, уважаемые телезрители. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые затрагивают разные стороны нашей жизни и становятся актуальными темами нашей передачи. Вопросы по традиции мы адресуем преподавателю Российского Исламского Института Рустам Хазрату Нургалееву. Ассаляму алейкум, уважаемый Рустам Хазрат. Алейкум ассаляму алейкум. Рустам Хазрат, Ренат Фаттахов пишет. Практикующим мусульманином я стал недавно и столкнулся с такой проблемой. Оказывается, кредиты запрещены, но у меня нет полной суммы на покупку автомобиля. Может быть, в Исламе дозволено воспользоваться кредитной системой, если в этом есть необходимость? Это очень актуальный вопрос. Действительно, вопрос кредитов сейчас касается практически всех. Практически все сейчас продается и покупается в кредит. И порой это делается настолько повсеместно, что люди даже забывают, что они имеют, собственно, свои личные деньги. Но свои личные деньги они откладывают в сторону, а оформляют в кредит, потому что есть возможность купить в кредит. Вообще, ислам, да, исламское право относится к кредиту крайне порицательно. Потому что та классическая система кредитования, она запретна в исламе. Это ростовщичество, это судный процент. Есть некие формы завалирования кредита, их часто любят называть продажи в рассрочку. То есть беспроцентно, без переплаты. То есть на это тоже нужно обращать внимание. В действительности это лишь, скажем так, оболочка. В действительности там банальный кредит, и в этом случае покупатель всегда будет в проигрыше, он будет терять деньги. Есть четкие указания Всевышнего и пророка Мухаммада, алейсалям, на то, что ростовщичество, то есть риба, да, на арабском запрещено. И более того, понятия благой, хорошей торговли и понятия ростовщичества абсолютно разные понятия. И поэтому Всевышний говорит, и разрешил Всевышний торговлю, да, в суре корова, разрешил Всевышний торговлю и запретил ростовщичество. Этот аят, он также является основой для того, чтобы было выведено богословское правило. Хорошо было бы, если бы уважаемый Ренат Фатахов принял его как девиз по жизни. Тот, кто пытается получить что-либо раньше положенного времени, будет наказан тем, что он этого не получит. Очень-очень действенное правило. У меня есть один знакомый, который очень сильно хотел разбогатеть и сказал, что вот у него есть знакомый, привозит внедорожники из Дубая. Ну, очень дешево, ну, прямо сейчас нельзя ждать, пока он накопит деньги, нет времени, потому что шанс только сейчас. Обычно так, они скидки кончаются, да, нужно поторопиться. Он берет большой кредит, хотя он мусульманин практикующий, его уговаривают это не делать, он все-таки берет этот большой кредит и пытается перепродать в России этот внедорожник. Он его перепродает ровно столько, сколько он мог бы это сделать, не затрачивая кредит. То есть, вот ту маржу, ту разницу, которую он хотел сделать прибыли, он ее потратил на обслуживание кредита. То есть, он хотел получить прибыль, он ее не получил, и это еще хорошо с ним обошлось. В худшей ситуации он не получит ни прибыль, ни автомобиль, потому что он попытался получить его раньше положенного времени. В этом случае для него будет хороший совет, чтобы он, предположим, попытался найти тот автомобиль, который можно купить на эту сумму. Я думаю, что это можно. Сейчас автомобили можно купить даже за, не знаю, там, за тысячу долларов, за две тысячи долларов. Я думаю, он как раз накопил ровно столько, сколько можно взять поддержанный автомобиль, не совсем лучшего класса. То есть, брать и приобретать товары ровно настолько, сколько у тебя есть возможностей. Или иметь хорошего друга, который тебе даст беспроцентно. Банк в этом случае хорошим другом не является. Благодарю вас, Рустам Хазрат, за интересную беседу. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракетуху. Алейкум, саляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракетуху.